Рассуждение против иудеев и язычников о том, что Иисус Христос есть истинный Бог. Полное заглавие этого творения, следующее против иудеев и язычников, доказательство того, что Христос есть Бог, заимствованное из многократных предсказаний о Нем пророков. Оно, по всей вероятности, не было произносимо из церковной кафедры, а назначалось для чтения. И написано тогда, когда святой Иоанн еще не был в Константинополе, и когда приготовлял слова исключительно против иудеев. Таким образом, местом написания этого рассуждения можно полагать город Антиохию, а временем написания или обнародования 386 или 387 год по Рождестве Христовом. Так как много есть людей, из которых одни по сродной им беспечности, другие по чрезмерной заботливости о делах житейских, а иные по великому невежеству, неохотно принимают продолжительные речи, то я признал нужным устранить затруднения, происходящие от многоречия, чтобы краткостью речи и пресечь леность беспечных, и самых несклонных к чтению расположить, с большей охотой высушить предлагаемое мною рассуждение. Посему, не украшая речи отборными словами и выражениями, но употребляя такие слова, которые были бы удобов, разумительны и понятны и слуге, и служанке, и вдовой женщине, и торговцу, и корабельщику, и земледельцу, я всячески постараюсь, сколько возможно, соблюсти краткость, и не в многих словах преподать наставления, и таким образом, в нерадивых слушателях возбудить желание легко и без всякого труда вникнуть в предлагаемое рассуждение, и, удержав его в памяти, получить пользу. Начну состязание с язычников. Если язычник спросит, откуда видно, что Христос есть Бог, это нужно предложить прежде всего, так как все прочее следует за этим, то я для доказательства не укажу на небо или на что-либо другое подобное. Если я скажу ему, что Он сотворил небо, землю и море, он не примет этого. Если скажу, что Он воскрешал мертвых, исцелял слепых и изгонял демонов, и этого Он не примет. Если скажу, что Он обетовал царство и незреченные блага, если буду говорить о воскресении, Он не только не примет, но еще будет смеяться. Чем же мы будем убеждать Его, особенно если Он простолюден? Чем иным, как не тем, что она одинакова и беспрекословно признается и мною, и им? И в чем Он не может сомневаться? Если я наперед скажу, что Христос сотворил небо и прочее, о чем я говорил, то Он не скоро согласится поверить. Что же это такое, что язычник признает делом Христа, и чего он никогда не станет противоречить? То, что Христос насадил христианство. Язычник, конечно, не будет противоречить тому, что Христос основал церкви по всей вселенной. Отсюда мы и заимствуем доказательства силы Его, и покажем, что Он есть Бог, и скажем, что для простого человека невозможно в краткое время обойти столь обширную вселенную, и землю, и море, и привлечь к христианству столько людей, и притом предзанятых дурными обычаями, или лучше сказать, преданных таким порокам. Однако Христос успел освободить род человеческий от всего этого, не только римлян, но и персов, и вообще племена варварские. Он совершил это, не употребляя оружие, не истрачивая денег, не предводительствуя войск к войскам, не возбуждая войн, но вначале через одиннадцать человек, незнатных, уничиженных, неученых, простых, бедных, полуобнаженных, безоружных, не имевших ни обуви, ни двух одежд. Что я говорю, совершил. Он успел расположить столь многие поколения людей и любомудрствовать не только о настоящем, но и о будущем, отвергнуть отеческие законы, истребить древние обычаи, укоренившиеся столь долгое время, и принять другие, оставить легкие дела и предать его нелегким требованиям. И при том он совершил это, несмотря на то, что все противодействовали ему и смеялись над ним, как потерпевшим на кресте позорную смерть. И язычники, конечно, не станут противоречить тому, что Христос был распят иудеями и претерпел от них бесчисленные мучения, и что проповедь евангельская со дня на день возрастает. Особенно удивительно, что она процветает не только здесь, но и у персов, хотя и ныне подвергается у них гонениям. Уже между язычниками есть много мучеников, и те, которые были свирепи из самых волков, по принятии проповеди стали смиреннее овец, и уже любомудрствуют о бессмертии, воскресении и неизреченных благах. Притом, такие благодетельные действия появились не только в городах, но и в пустыне, и в деревнях, и в селах, и на островах, и в корабельных пристанях. И не только простолюдины и их начальники, но и сами обличенные диадемами с полной верой покорились распятому. А что все это произошло не случайно, но еще задолго до исполнения было предсказано, я постараюсь доказать в настоящем рассуждении. Или лучше, чтобы слова мои не подверглись подозрению, нужно раскрыть книги распявших его иудеев, и заключающиеся в этих писаниях, еще и ныне хранимых ими, свидетельство о нем изложить перед глазами неверующих. Так Иеремия I возвещает, что Бог соделается человеком, не переставая быть Богом. Сей Бог наш, и нет другого подобного ему. Изобретев всякий путь хитрости, и дал ее Якову от руку своему, и Израилю возлюбленному от него. Посем на земле явился и с человеками пожил. Варух 3.36 Видишь ли, как ясно он изобразил в немногих словах все, и то, что Бог, не переставая быть Богом, садился человеком, и обращался с людьми, и что он же сам основал и Ветхий Завет. Изобретев, говорит пророк, всякий путь хитрости, и дал ее Якову от руку своему Израилю, возлюбленному от него. Этими словами он показывает, что Господь и до явления своего во плоти сам управлял всем, сам совершал все, давал законы, промышлял, сохранял, благодетельствовал. А другой пророк, послушай, как говорит, что Господь не только соделается человеком, но и родится от девы. Все девы в очреве зачнет и родит сына, и нарекут ему имя Мануил, что значит с нами Бог. Потом, дабы показать, что Господь не по-видимому, только поистине будет человеком, он присовокупляет. Масло и мед будет есть, прежде нежели разуметь ему, отличать злое и избирать доброе. И что Господь не только соделается человеком и родится от девы, но и произойдет из дома Давидова, о том, послушай, как задолго предсказывает Исаия, хотя не собственными, а переносными словами, однако предсказывает так, и выйдет жезл из корня Исеева, и просветет от корня его, и почеет на нем Дух Божий, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, исполнит его Дух страха Божия. Исаия 11.1 Исей был отец Давида. Отсюда видно, что Господь произошел из этого колена, не только из этого колена, но и из дома Исеева. Как и предсказал пророк в словах «Выйдет жезл из корня Исеева», разумея не просто жезл, но Христа и его царства. А что он сказал это не о жезле, он сам объяснил в последующих словах, ибо сказав «Выйдет жезл», он присовокупил, и почеет на нем Дух премудрости и разума. Никто даже весьма неразумно не скажет, что благодать Духа не зашла на дерево, но очевидно, что она вселилась в тот причистый храм. Почему пророк не сказал «Приидет», но говорит «Почиет», потому что Дух, сошедший на Христа, остался в нем и не отступил от него, о чем ясно сказал евангелист Иоанн, видел Духа, сходящего на Него, как голубь с неба и пребывающего на нем. Евангелисты не умолчали о том, какое настроение обнаружили иудеи при самом его рождении. Матфей говорит «Услышал Ирод, и смутился царь и весь Иерусалим с ним». А Исайя, послушай, как задолго предсказывал об этом. «Восхотят», — говорит он, «чтобы огнем сожжены были, ибо отрок родился нам, сын дан нам». Владычество на раменах его и нарекут ему имя великого совета ангел, чудный советник, бог крепкий, властелин, князь мира, отец будущего века. Что этого нельзя сказать о простом человеке, очевидный для людей, весьма склонных к словопрениям. Ибо искренне никто из людей не назывался богом крепким и князем такого мира, о каком говорит пророк, и мира его не будет предела. Опыт действительно показал, что мир Христов распространился по всей земле, по всему морю, по всей вселенной, обитаемой и необитаемой, по горам и пещерам и холмам, с того дня, в который он пред Вознесением своим сказал ученикам, «Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Почему же так сказал Христос? Потому что мир человеческий легко бывает нарушаем и подвержен многим изменениям. А его мир тверд, непоколебим, крепок, постоянен, бессмертен, бесконечен. Хотя против него повсюду воздвигаются бесчисленные гонения, ежедневно строится множество козней, всесильное слово его устроило, и это вместе со всем прочим. И не только то, что Господь соделается человеком, но и самый образ пришествия его предсказали пророки. Он имел прийти, не посылая грома и молнии свыше, не колебляя землю, не потрясая небо, и не производя какое-либо страшное явление, но, родившись без шума и в неизвестности, в доме древодела, бедном и незнатном, о чем послушай, как не умолчал Давид. Сойдет, говорит он, как дождь на руно, выражая этими словами тишину, спокойствие. И не только об этом, но и о том, как милостиво и кротко он будет обращаться со всеми. Посмотри, как ясно говорит другой пророк. Подвергаясь оскорблению, оплеванию, злословию, бесчестию, бичеванию, наконец, в крестной смерти, Христос не мстил делавшим это, но великодушно и кротко переносил все поношения, бешенство и безумную ярость народа и другие нападения. Все это пророк и выразил словами, трости сокрушенной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит в суду победы, и на имя его народа уповать будут. А другой пророк означил им место, где Господь имел родиться, и ты, говорит, Ифлием, земля Иудина, ничем не меньше воеводства Иудина, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет людей моих Израиля, исход его из начала одни вечных. Михея 5.2 Он указывает и на божество, и на человечество Христа, ибо словами исход его из начала одни века изображает предвечное существование Господа. А словами язык вождь, который упасет людей моих Израиля, рождение его по плоти. Заметь, здесь еще другое ясное предсказание. Пророк сказал не только то, что Господь родится, но что и место его рождения прежнее знатное и маловажное сделается славным, и ничем не меньше воеводств Иудинах. Действительно, вся вселенная теперь стекается в Ифлием, чтобы видеть место, где родившийся Господь был положен, и стекается ни для чего другого, только для этого. Другой пророк предсказал и время, в которое Господь имел явиться. Не оскудеет, сказал он, князь Атеуд, и вошь от шресла его, доколе придет чаяние языков, привязывает к лозе жеребенка своего и осленка «Который моет в вине одежду своей, кровью грозе одеяния свое, радостны очи его, более вина, и белые зубы его, как от молока». Заметь соответствие этого предсказания с самым событием. Господь действительно пришел тогда, когда иудейские правители уже потеряли самовласть и были подчинены скипетру римскому. Так исполнилось слова пророчества «Не оскудеет князь Атеуды и вошь от шресла его, доколе придет отложенное ему сказанное о Христе». В одно время с рождением его сделана первая перепись народа, когда римляне стали господствовать над иудеями и подчинили их иуд своей власти. Еще и другое нечто означается словами «И на него будут надеяться народы, то, что Господь пришедший привлек к себе все народы». Ирод, преследуя родившегося Иисуса, повелел умерщвлять бывших в том месте младенцев. И об этом не умолчали пророки, но задолго предсказали так «Глаз слышен в раме, плач и рыдание и вопль великий». Предсказано было и то, что Христос вскоре появление в своем в открытых местах будет совершать знамение и учить «Послушай, что говорит Исайя, страна Завулонова, земля Невспалимова, люди, сидящие во тьме, увидели свет великий, сидящий во тьме и сене смертной, посиял свет им». Этим он указывает на явление и учение Господа в тех местах и на исповедание, произведенное в людях чудесами его. Далее изображает пророк и другие чудеса и говорит, как он будет исцелять хромых, врачевать слепых, делать говорящими немых. Тогда отверзутся очи слепых и уши глухих услышат, тогда вскочит хромой, как олень, и ясным будет язык немых. Таких чудес никогда не было до пришествия Христова. О некоторых знамениях, в частности, пророки также предсказывали. Например, когда Иисус входил в храм, дети, еще молоком питавшиеся и не умевшие с членораздельной говорить, воспели ему священную песню с лица и осанна вышних, благословен грядущего имя Господне. Это пророк задолго предсказал в словах Иисус младенцев и сосущих совершил хвалу, чтобы разрушить врага и мстителя. Видишь ли, как дети невинные и не имеющие членораздельного голоса, вопреки своей природе, прославляют Создателя и возглашают апостольское благовестие. 610. Часто беседы сиудеями по причине жестокосердия их. Господь о многом говорил прикровенно в загадочных выражениях и притчах, о чем также задолго было предсказано, открою в притчах уста мои и провещаю гадания из древности. И премудрость бесед его задолго предвозвестил пророк в словах и злилась благодать в устах твоих. О том же предсказал и другой пророк так, все уразумеет отрок мой вознесется и прославится сильно. Исаия 52.13 Тот же пророк кратко повествуя о благодеяниях пришествии его, соединенных с знамениями, говорит так, «Дух Господень на мне, который помазал меня благовесовать нищим, послал меня исцеление сокрушенным сердцем, проповедать пленникам освобождения слепым прозрения». И то было предсказано, что после столь многих благодеяний его, люди будут отвращаться от него тщетно и напрасно, не имея повода ни в чем обвинять его, ни в малом, ни в великом. Послушай, как Давид предвозвестил об этом. «С ненавидящими мира», говорит он, «я был мирен». «Когда говорил им борется против меня они напрасно». Псалом 119.6 «Что Господь, восседая на же ребенке, войдет в город, и это задолго», предсказал Захарий в таких словах, «Радуйся, черь Сионова, проповедуй, дочь Иерусалима, сец царь твой, грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и сыне подъеремны». Он изгнал из храма торговавших голубями и менявших деньги. Это сделал он ревнуя о доме Божием, и вместе желая показать, что он не противится Богу, но согласен с отцом. Посему и наказывал за дом его, в котором производилась торговля. И это не оставлено без указания. Но предсказал об этом пророк Давид, предвозвести вы намерение, с каким Христос совершал это наказание. «Ревность по дому твоему, — говорит, он, — снедает меня». Что может быть яснее этого? Христу предстояло быть преданным, и это предательство имел совершить тот, кто разделял с ним трапезу. Посмотри, как и это предсказал тот же пророк в словах «идущий хлеб мой тот поднял на меня пяту свою». Заметь, как согласно с ним повествует евангелист, «Омакивающий со мною соль, руку, тот меня предаст». Предатель не просто предал Господу, но продав драгоценную кровь его и получив за нее деньги. И об этом не умолчал пророк, но указал ей на бесстыдные условия и совещание против Христов. «Боже, — говорит он, хвалы хвалы моей, не примолчи, ибо устарь грешника и устарь стивого открылись на меня». Тот же предатель, познав потом вину свою, бросил серебряники, прекратил жизнь свою, повесившись на дереве, оставив жену свою вдовою, детей сиротами и дом опустевшим. Посмотри, как описывает пророк это печальное событие, да будут сыновья его сирыми, и жена его вдовою, движущиеся, да приселятся сыновья, да будут изгнаны из домов своих». Место предателя заступил Матфий, и это предсказал тот же пророк в словах «Епископство его да примет иной». После того, как Христос был предан и добровольно отдал себя в руки врагов, составилось из иудеево-язычников судилище, исполненное великого беззакония. Посмотри, как и это предвозвещает пророк «Напрасно шатаются язычники и люди научаются тщетному» Псалом 2.1. И не только это предвозвестили пророки, но Исаия ясно сказал и о молчании Господа, которое он хранил, когда окружавшие его много говорили и обвиняли его. Как овца введен был на заклане, и как агнец притягущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. Потом показывая несправедливость приговора, он присовокупляет, во смирение его суд его взялся. То есть никто не судил о нем справедливо, а далее объясняет и причину смерти Христовой. Он, как непорочный и невинный, не за свои грехи страдал, но предан был за грехи вселенной. На то и другое посмотри, как указал пророк, ибо беззаконие не сотворил и не было лести в устах его. Этими словами он объяснил, почему и Христос был предан. Следует и другая причина. За беззаконие людей моих приведется на смерть. Желаю показать не только причину, но и плоды крестной смерти его. Посмотри, как предвозвещает о том пророк. Все, говорит, заблудились, скаковцы. Человек от пути своего заблудился, наказание мира нашего на нем и ранове мы исцелились. Потом тот же пророк предрекает и наказание, которому имели подвергнутся иудеи за эти беззакония в следующих словах. И дам лукавые вместо погребения его и богатые вместо смерти его. Стих 9. И Давид сказав, отвержим от нас игои их и присовокупил. Живые на небесах посмеются им, тогда возглаголят к ним гневом своим и яростью своей сметет их. Псалом 2. 3. Разумея рассеяние иудеев по всей вселенной, о чем и сам Христос Евангелие предсказал в следующих словах. А тех, которые не хотели, чтобы царь сей царствовал над ними, приведите сюда и рассеките их предо мною. Кроме того, сказав о смерти Господа, пророки не умолчали о самом способе смерти, но его изъяснил Давид так. Пронзили руки мои и ноги мои, так что ребра можно сосчитать. Не умолчал он и о беззакониях, совершенном после смерти Христовой. Сказав, разделили ризы мои о себе и об одежде моей, бросали жеребий. Далее он сказал о погребении Господа в словах «Положили меня в рост преисподних темных и сеней смертной». Посмотри, как он же предсказал о том, что Христос воскреснет, не оставишь, говорит, души моей в аде и преподобному твоему увидеть тление. И пророк Исаия о том же только другими словами предсказывает так «Господь хочет очистить его от язвы, явить ему свет, оправдать праведного». Исаия 53.10 Тот же пророк предсказал, что смерть Господа искупит людей от грехов, и тот грехи многих понесет, и то, что Христос будет изгонять из людей демонов и разделить добычу крепких. Не умолчал он и о том, что Господь совершит это своей смертью. Так предан он на смерть, предал душу свою. Предсказал и то, что Христос получит власть над вселенной и сделается наследником многих. Не умолчали пророки и о том, что Господь, сошедший во ад, приведет его в смущение, исполнит смятение и страха и сокрушит твердыни его. Об этом Давид говорит так. «Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы». А Исаия говорит другими словами «Врата медные сокрушу и запоры железные сломлю и дам тебе сокровище, находящееся в темном, сокровенное, невидимое отверзу тебе». Исаия 45.2 «Разумеет здесь ад, хотя это был ад, но он содержал души святые и сосуды драгоценные Авраама, Исаака и Якова, посему пророк и назвал их сокровищами и темными, потому что тогда еще не озарило ада солнца правды и не благовестило воскресение. А что Господь по воскресении своем не сопричтется ни к ангелам, ни к архангелам, ни к другой какой служебной силе, но воссядет на царском престоле, а то он послушай, как опять говорит Давид «Сказал Господь Господу моему, сидя одесну и меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». 613 Исаия предвозвестил потом, что Христос пошлет апостолов на проповедь в следующих словах «Как прекрасны ноги благовестующих мир, благовестующих благое». Заметь, как он прославляет телесные члены ноги, которые повсюду пронесли благовестников, а Давид объясняет и способ их победы. Господь, говорит, даст глагол благовествующим силой многою. Действительно, они побеждали не употребляя оружие, не издерживая денег, не силой телесную, не многочисленностью войск и не иным каким-либо подобным средством, но простым словом, имевшим великую силу, силу знамений. Они проповедовали распятого и совершали знамения, и таким образом победили вселенную. Посему и говорит пророк, Господь даст глагол благовествующим силой многою, разумея здесь чудеса. И подлинно неизреченная сила была в том, что рыбак, мытарь и делатель палаток одними повелениями воскрешали мертвых, изгоняли демонов, избавляли от смерти, обуздывали языки философов, заграждали устарей торов, преодолевали царей и властителей, побеждали варваров, ели наш весь род человеческий. Хорошо, сказал пророк, все это они совершили словом и силой многою соделывали мертвых живыми, грешников праведными, слепых зрячими, изгоняя болезни из тела и пороки из души. Откуда явилась у них такая сила? От Духа Святого, как и об этом сказано. Исполнился Духа Святого. Явились им разделенные языки, как огненные, и почили на каждом. Мужчины и женщины стали пророчествовать, о чем также задолго предвозвестил Иоиль в словах «И залью дух, от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, будут видеть видения, юноши ваши, и на рабов моих, и на рабынь моих и залью, прежде, нежели прийти дню Господню великому и страшному». Под великим просвещенным днем он разумеет здесь и день сошествия Духа, и будущий день кончины мира. Тот же пророк предвозвещает и спасение верою, ибо и об этом не умолчено. Так и будет всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Что Господь во всю вселенную пошлет проповедников, и что никто не останется не слышавшим проповеди, это также предсказано. Послушай пророчески об этом слова Давида. Во всю землю прошли вещания их и в конце вселенного глагола их вселенной. Тот же пророк в другом месте предсказывает, что они будут проповедовать со властью и будут могущественнее обличенных диагемами, поставил их князьями по всей земле. Действительно, самые дела показывают, что Петр и Павел превзошли царей и властителей. Законы царей отменяются даже при жизни их, а законы этих рыбаков и после смерти их пребывает твердыми и непоколебимыми, хотя и демоны долговременная привычка и нечестие и сладострастие и другие бесчисленные силы старались не спровергнуть их. Далее, желая показать, что эти постановленные князи будут для всех вожделенны и возлюбленны, пророк присовокупил «Сего ради люди исповедаются тебе век». То есть будут благодарить тебя, будут питать великую благодарность за то, что ты даровал им таких князей. Предсказано было и то, что проповедь евангельская повсюду одержит победу. Посмотри, как Давид представляет тебе это в следующих словах «Проси от меня и дам тебе народы в достояние и обдержание твоё до концов земли». То же самое другой пророк предвозвещает, выражаясь так «Наполнилась вся земля ведение Господне, как вода многое покрыла море». И заметь, как легко совершится эта покорность. Не будет каждый учить ближнего своего и каждый брата своих говорить «Познай Господа, ибо все познают меня от великого, от малого и даже до великого». Иеремия 31-34 «И какова непоколебимость церкви, будет в последние дни явлена гора Господня и дом Божий наверху гор, и возвысится превыше холмов, и придут к ней люди многие, и народы многие». Исаия 22-2 «А что церковь будет не только тверда, непреклонна и непоколебима, но и распространит по вселенной обильный мир, что после того, как многие царства и державы падут, возвысится над всем единое царство, в котором никак в прежних будет господствовать обильный мир, так как в древности, даже художники всякого рода ириторы брались за оружие и становились в ряды войска. По пришествии же Христа все это прекратилось, и война сделалась занятием только известных людей. И об этом один пророк ясно сказал, «Так раскуют мечи свои на орала и копья свои на серпы, и не будут народы учиться воевать». Действительно, прежде все люди занимались войною, а ныне забыли о воинском искусстве, или вернее большая часть людей вовсе не прикасалась к нему, а если есть некоторые занимающиеся им, то немногие, редко и в малом числе, между тем, как прежде во всяком народе были беспрестанные возмущения. Далее пророк предсказывает то, из кого составится церковь, так как не только скромные, кроткие и добрые люди, но и свирепые, и бесчеловечные, и нравами своими подобные волкам, львам и валам, имели присоединиться к тем, и все составить одну церковь, то послушай, как пророк сказал о разнообразии этого стада, и будут пастись вместе волк и ягненок, выражая этим простоту жизни людей и царей, а что речь идет не о зверях, пусть скажет иудей, когда это было, волк и ягненок никогда не пастись вместе, а если бы когда и стали вместе пастись, то какая от него была бы польза для рода человеческого, нет, он говорит о свирепых нравами людях, о скифах, фракийцах, маврах, индийцах, савраматах, персах, что все эти народы подчиняются под одной иго, о том и другой пророк ясно говорил, поработает ему подвигом единым и поклонится ему каждый от места своего, сафония 3.9, не в одном Иерусалиме, но по всей вселенной, потому что не будет повеления людям ходить в Иерусалим, но каждый оставаясь дома будет совершать это богослужение. 615. Не умолчали пророки и о том, что иудеи будут отвержены, посмотри, как об этом предсказал пророк, и в вас затворятся двери, и никто не будет зажигать огня на алтаря моем напрасно. Малахи 1.10. Предсказано и то, кто будет служить Богу, от востока солнца до запада, говорит пророк, имя мое прославится в народах, на всяком месте фимиам будет приноситься имени моему, и жертва чистая. Видишь ли, как он изобразил достоинство этого богослужения, его превосходство и установление вместо прежнего, и то, что это богопочтение будет зависеть не от места, но от внутреннего расположения, и будет состоять не в курении и дыме, но в некотором другом богослужении. Как же скажут апостолы, привлекли к себе все народы? Как владеющий только одним языком иудейским мог убедить скифа, индийца, саврамата, и фракийца? Получив от Духа Святого благодатный дар многих языков для убеждения язычников, а для убеждения Израиля дарования языков. Но иудеи не вняли убеждения о чем послушай, как говорит пророк, и буду говорить вам иными устами, глухим и невнятным языком до людей сих, и не захотят слушать, говорит Господь. Исайя 28, 11. Что может быть яснее этого? Иудеи не уверовали, а язычники обратились, и это было предсказано. Послушай, пророка Исайю, который ясно говорит, «Я был найден не ищущими меня, меня нашли не вопрошавшие мне». Исайя 65, 1. А об израильтянах простирал к ним руки мои весь день, к людям непокоряющимся и противоглаголющим. И еще, Господи, кто поверил, слышал у нас и кому открылась мышца Господня. Пророк не сказал учению нашему, желая этим показать, что апостолы не от себя говорили, но возвещали то, что слышали от Бога, что наше богослужение превосходнее иудейского, о том предвозвестил Моисей, сказав, «Я раздражу вас не народом, народом несмысленным прогневаю вас». Выражением «не народом» он означал прежнее уничиженное состояние народа языческого, который не считался народом по своей презренности, по невежеству, по безумию. Но вера произвела в язычниках такую перемену, что они сделались гораздо досточтимее бывших в честь иудеев. Здесь же открыто, что это сильно тронет иудеев, и они оттого сделаются лучшими, ибо пророк не сказал просто «предпочту», но указал и то, что исправление их произойдет от завистливого раздражения. «Я раздражу вас не народом», говорит он, как бы так говоря, «Я дам им столько благ, что вы будете завидовать, что вы будете раздражаться». Это и сделало их лучшими. Те, которые видели раступившееся море, раздавшиеся камни, воздушные необыкновенные перемены и другие чудеса, или вернее те, которые заколали своих детей и служили вал фигуру и предавались многим волхвованиям. После того, как явилась наша вера, которая гораздо предпочтительнее содержимой ими, так были раздражены завистью, что исправившись и смирившись из зависти нам стали совершать то, чего не совершали, слушая пророков и созертая чудеса. Теперь никто из них уже не заколает детей своих, не обращается к идолам, не поклоняется тельцу. Красота девства в Ветхом Завете не была известна даже и по названию, а в новом надлежало воссиять, о чем вот как предсказывает Давид. Приведутся к царю девы и вслед ее приведутся в храм царев. Не умолчали пророки о священниках, то есть о епископах, и дам князей твоих в мир и назирателей твоих в правду, говорит Исайя. 60-17 Христос опять придет и потребует отчета от рода человеческого, между прочим, и от иудеев. Об этом посмотри, как предсказывает Давид и Малахия. последний, говорит так, все грядет, и кто стерпит день пришествия его, и кто постоит в видении его, он входит, как огонь горнила, и сядет, разжигая, очищая, как серебро и как золото. Малахия 3.1.3 Согласно словами Павла, который пишет так, ибо день открывает и в огне откроется. И Давид словами Бог явно приидет, указывая также на второе пришествие его. Первое пришествие Христа было весьма смиренной, но не такое будет второе. Псалом 49.3 Страх и ужас будут сопутствовать ему, ангелы предшествовать, и самое явление будет озарять все подобно молнии, как молния исходит от востока, видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, говорит Господь, выражая этим блеск, возвещающий сам о себе, так как он не нуждается в провозвестнике, но являет сам себя. Тоже и Давид выражает словами, Бог явно приидет. Потом изображая будущий суд, пророк присовокупляет, огонь перед ним возгорит, и окрест его буря сказав о наказаниях, он изображает и торжественность суда, призовет небо свыше и землю рассудить людей своих, разумея под землей род человеческий. Далее вместе со всем родом человеческим упомянул и об иудеях, к которым особенно обращается, пророк продолжает так, соберите к нему преподобных его, завещайте завет его о жертвах, и возвестя от небеса правду его, ибо Бог судья есть. Об отмене пришедших Христом жертвенного богослужения и о введении вместо его нашего богослужения послушай, как предсказано, жертвы и приношения ты не восхотел, ты уготовил мне тело, на то же указывает пророк и в другом месте, люди, которых я не знал, работают мне. по одному слуху обо мне повинуется, то есть не засвертая море раступившееся и камни раздавшееся, но выслушал моих апостолов, сказав, тело уготовил мне, пророк еще присовокупляет, тогда я сказал, вот я иду, как в ней написано о мне. Здесь указывает на два обстоятельства, на то, что Господь придет, и на то, что Он придет тогда, когда будут отменены жертвоприношения. Это произошло тогда, когда власть над иудеями перешла к кремлянам. О пришествии Господа мы находим предсказание Уваруха, который говорил, на земле явился и с человеками пожил. Также Моисей говорит, пророк от братьев ваших, как меня восставит тебе Господь Бог твой, его слушайте. и всякий человек, который не послушает слов его, который он скажет, пророк, то свое имя мое, истребится от народа своего. На ком другом сбылось это, как ни на одном Христе. Хотя многие восставали пророки, и хотя всех их иудеи не послушали, но зато ничего не потерпели. А за непослушание Христу они теперь повсюду влачат жизнь, как блуждающие и бесприютные, как беглецы и изгнанники. Посмотри, как они, лишившись гражданства, отеческих законов и обычаев, всюду подвергаются бесчастью, посрамлению, наказанию и мучению. А сколько они пострадали при беспасиании и тете, этого и сказать невозможно. Так бедственная участь их превысила всякое несчастье. Так исполнились пророческие слова. И человек тот, который не послушает пророка того, истребится. Зато у них и превратилось все в пустыню, что они не послушались того пророка. Что Господь воскресит всех, это предсказал Исаия в следующих словах. Воскреснут мертвые, восстанут находящиеся во гробах. И не только это он предсказал, но и то, что после крестной смерти Господа деяния его будут блистательнее, и что по воскресенью его проповедь евангельская наиболее распространится. Исаия 26, 19. Он был предан своим учеником, связан, оскорблен, поруган, мучен и распит. И не получил бы погребение, если бы это зависело от иудеев, а одежды его были разделены воинами. И окончил жизнь с подозрением в домогательстве власти, с именем богохульника и возмутителя, ибо о нем говорили «Сам себя царем творит, он противится кесарю». И еще мы слышали хулу его ныне. Так как все это имело совершиться, то пророк желая возбудить и ободрить слушателей и говорить «Не бойся этого». Тот, который был распят, подвергаем бичеванию, поносим разбойниками, умершлен по подозрению в богохульстве. По смерти и воскресенье совершит такие дела, о которых никто не скажет, что они не исполнены великой чести. Это и сбылось, как о том задолго предсказывал пророк. Будет корень Исеев и восстанет владетель народов, и на того народы будут уповать. Он как бы так сказал, «Такая смерть досточтиме диодимы, цари, слагая диодимы, берут крест в знак его смерти. На парфирах крест, на диодиме крест, при молитвах крест, в оружии крест, на священной трапезе крест, и во всей вселенной крест сияет светлее солнца, и будет покой его, честь. не таковы дела человеческие, Исайя 11, 10. Но обыкновенно с ними бывает напротив. Дела знаменитых людей, пока они живут, просветают, а по смерти их погибают. Это можно видеть в судьбе не только богача и начальника, но даже и царей. И законы их отменяются, и изображение затемняется, и память их истребляется, и имя их забывается, и приближенные к ним подвергаются презрению, между тем, как прежде, они потрясали оружием, мановением своим передвигали народы и города, и изменяли положение дел, имели власть предавать смерти и возвращать к жизни отводимых на казнь. Все это исчезает, хотя прежде было в славе, а у Христа все напротив. Перед крестной смертью его обстоятельства были печальны, Иуда предавал Петр отрицался, прочие ученики обратились в бегство, он один оставался среди врагов, многие веровавшие в него возвращались вспять, но после его страданий и смерти, дабы ты знал, что распятый был непростой человек, обстоятельства становятся блистательнейшими, славнейшими и превосходнейшими, до распятия Христова Верховный из апостолов не перенес угрозы превратницы, но после такой тайной вечери отвечал, что он не знает Иисуса. А после распятия он же прошед проповедь вселенную, с того времени бесчисленные сонны мучеников были умерщлены, решившись лучше умереть, не же сказать то, что сказал Верховный из апостолов, убоявшись угрозы одной превратницы. С того времени все страны и города и пустыни места обитаемые и необитаемые оглашаются прославлением распятого. Цариевы, начальники, градоначальники и судьи, рабы и свободные простолюдины мудрые и немудрые, варвары и различные племена человеческие, населяющие всю подсолнечную землю, призывает имя его и поклоняется ему, добытый знал, что значит будет покой его в честь. Самое место, где было погребено тело распятого, малое и весьма тесное, сделалось блистательнее множество царских чертогов и досточтивее самих царей и будет покой его в честь. Особенно удивительно то, что не только с ним, но и с учениками его произошло то же самое. При жизни их брали и водили, подвергая поношению заключению ваковы, и другим бесчисленным мучениям. А по смерти они стали досточтиме самых царей. Каким образом? Это можно смотреть из следующего. В царствующем городе Риме, оставив все, прибегают к гробницам рыбака и делателе палаток. И цари, и правители, и военачальники, и в Константинополе, обличенные диодемами, признали любимым местом для погребения тел их, не близ самых апостолов, но в преддверии, вне храмов их. И таким образом цари сделали с привратниками рыбаков, и такое погребение вменяет себе не в бесчестие, но в прославлении. Не только сами цари, но и потомки их. И будет, говорит Писание, покой его, честь. Все величие этой чести ты познаешь тогда, когда посмотришь на знак его смерти. Смерти проклятой, смерти поноснейшей из всех родов смерти. Ибо на этот один род смерти наложено проклятие. В древности, например, иных преступников сожигали, других побивали камнями, иных другим каким-либо способом наказания лишали жизни. Но распятый и повешенный на древе креста страдал не только от того, что наказывался с таким мучением, но и от того, что подвергался проклятии, ибо проклят всякий, висящий на древе, говорит Писание в Старозаконе 21.23. Но этот проклятый поносный знак крайнего мучения ныне стал вожделенным и достолюбезным. Не столько царский венец украшает голову, сколько крест драгоценнейший всего мира. Изображение креста некогда для всех страшное, теперь столь любезно всем, что найдешь его везде у начальников, у подчиненных, у жен и мужей, у дев и замужних, у рабов и свободных. Все непрестанно полагают знамение креста на благороднейшие части своего тела и носят каждодневно это знамение изображенным на челе своем, как на столпе. Оно блестает на священной трапезе при рукоположении священников и вместе с телом Христовым на тайной вечере. Всюду можно видеть его возносящимся на домах, на торжищах, в пустынях, на дорогах, на горах, в пещерах, на холмах, на море, на кораблях, на островах, на ложах, на одеждах, на оружием, чертовах, на пиршествах, на золотых и серебряных сосудах, на драгоценных камнях, на стенных картинах, на теле больных животных, на теле одержимых демонами, на войне, в мире, днем и ночью, в пиршественных собраниях и в теле подвижников. Так для всех стал вожделение на тот дивный дар. Исполнили неизреченной благодати. Уже никто не стыдится и не закрывается при мысли, что крест есть знак проклятой смерти. Напротив, все мы почитаем его украшением для себя более венцов, и диодим, и многих ожерелья из драгоценных камней. Так он стал не только не страшен, но и вожделенен, любезен и досточтим для всех. И блистает изображаемый повсюду, на стенах домов, на кровлях, на книгах, в городах, в селах, в необитаемых и обитаемых местах. Теперь я охотно спросил бы язычника, а чего этот знак ужасной казни и проклятой смерти сделался любезным и вожделенным для всех, если не от великой силы распятого? 620 том 1. Но если ты так бесстыден, что считаешь это за ничто и восстаешь против истины и остаешься слепым при свете, то теперь я представлю тебе и другое доказательство того, как это важно. Какое же это доказательство? У судей есть много видов орудий для мучения. Дерево, кнуты, когти, свинцовые зубцы, которыми скоблят тело, расторгает и раздробляет члена. Кто решился бы внести такие орудия в дом свой? Кто согласился бы прикоснуться к рукам делающих их палачей или видеть их близко? Напротив, большая часть людей не отвращается ли, а некоторые не считают ли встречу с ними дурным признаком и не решается ли ни коснуться их, ни смотреть на них? Не убегает ли прочь и не отвращает ли крест? Таков в древности был и крест, или еще гораздо страшнее, потому что, как я выше сказал, он был знаком не только смерти, но смерти проклятой. А чего же, скажи мне, он теперь сделался столь вожделенным и столь любезным для всех и досточтим и всего? Почему к этому самому древу, на котором святое тело Иисусова было распростерто и предвождено, все на перерыв притекают? Почему многие, как мужи, так и жены, получив малые частицы этого древа и обложив ее золотом, вешают на свою шею, как украшение, между тем, как оно было некогда знаком осуждения и наказания, потому что создавший все и все преобразующий, избавивший вселенную от нечестия и соделавший землю небом, он и это орудие ненавистное и позорнейшее всех смертей превознес выше небес. Все это предвидев пророк сказал, и будет покой его честь. Этот знак смерти, не перестану постоянно говорить о нем, садялся источником великого благословения, стеной от всякой опасности, смертоносным отражением дьявола, уздою демонов, грозой и сопротивным силам. Он поправ смерть, сокрушил медные врата ада, сломил его железные вереи, разрушил твердыню дьявола, растек путы греха, избавил всю вселенную от осуждения, исцелил рану, нанесенную нашей природе по определению Божию. Что я говорю? Чего не могли сделать ни море расступившееся, ни камни раздавшиеся, ни воздух изменившийся, ни манна, посылаемая в течение сорока лет столь многим тысячам, ни закон, ни другие знамения, совершенные как в пустыне, так и в Палестине, то возмог сделать крест. И ни в одной стране, но во всей вселенной. Крест, этот знак, некогда проклятый, всеми избегаемый, всем ненавистный, позорный, возмог по смерти распятого легко совершить все это. И не только эти, но и последующие действия являют его силу. Прежде вселенная была бесплодна в отношении к добродетели, земля была нисколько не лучше пустыни, и не надеялась произвести что-либо доброе, а крест вдруг сделал ее раем и матерью многочаднейшую. И об этом пророк задолго предсказал так возвеселись неплодно нерождающе возгласи и возопи неболевшее, немучившееся родами, ибо оставленной более детей, нежели у имеющей мужа. Саделов ее такую, Господь дал ей и закон превосходнейший прежнего, о чем также не умолчали пророки. Посмотри, что они предизвещали. Завещаем завет новый, не по завету, который я завещал от самых в день, в который взял их за руку их, чтобы вывести из земли египетской. Иеремия 31, 31. Далее пророк изображает быструю перемену их и легкое принятие учения. И не будут учить, говорит, каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, ибо все познают меня от малого даже до великого. Что пришедший Господь дарует всем прощение грехов. И это также предсказал пророк в словах «Милости вводу к неправдам их и грехов их не вспомину более». Что может быть теснее этого? Такими предсказаниями он возвестил призвание язычников превосходства нового завета перед ветхим, легкость обращения и благодатные дары, получаемые верующими через крещение. 622. «Тот, кто совершил все это, некогда придет судьею». О чем также не умолчали пророки и предсказали. Некоторые, созерцая его в том самом виде, в каком он придет, другие, возвещая это своими словами, так Даниил, находясь среди вавилонских варваров, видел его грядущего на облаках. Выслушай самые слова пророка. Видел, говорит он, и вот на облаках небесных как бы сын человеческий шел и был доведен до ветхого днями Даниила 7.14. А самый суд его пророк изображает так, «И увидел я, доколе были поставлены престолы и открылись книги, потекла река огненная перед ним, и тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним». Кроме того, пророк показывает, какой честь исподобятся праведники. И суд дан был святым вышнего, и царство приняли святые. А пророк Малахия предсказывает, что этот суд будет производим через огонь. Тот ходит, как огонь, горнила. Малахия 3.2. Видишь ли, с какой точностью пророки произвестили все будущее? Неужели же ты дерзнешь не верить после столь разительных доказательств силы Христовой, после пророчеств, сказанных за столь долгое время, и событий, совершившихся согласно предсказаниями, так что решительно ничто не осталось не исполнившимся? А что все это не выдумано нами, о том свидетельствуют священные книги и те, которые прежде всех получили и даны не содержат и хранят их, враги наши и потомки распявших Господа? Почему же, скажут, они не веруют, имея у себя эти книги? Потому же, почему они не веровали в виде чудеса его? Но эта вина не только кому не верует, не того, а тех, которые среди дня ничего не видят. Так Бог создал и видимый мир, этот прекрасно настроенный орган, повсюду провозглашающий, прославляющий Создателя. Однако есть люди, из которых одни считают все образовавшимся само собою, другие считают все видимое существующим от вечности, иные приписывают сотворение и сохранение его демонам или случай и судьбе, естественному развитию, влиянию звезд и тому подобное. Но в этом не виновен Создатель, а достойные осуждения те, которые при таких врачествах страждут крайними болезнями. Душа благоразумная видит, что должно делать, не имея нужды во многих пособиях. А неразумная и бесчувственная хотя бы имела множество руководителей, предавшись страстям, остается слепою. Это можно видеть везде, не только в настоящем деле веры, но и в других. Сколько, например, таких людей, которые не слыхали о законах и однако проводили жизнь сообразную с ними. А другие от первого возраста до глубокой старости изучали законы и однако непрестанно нарушали их. Так бывало и в древности. Иудеи, видевшие множество знамений и чудес, не сделались лучшими. А неневитя, не услышав только воззвания, переменились и воздержались от пороков. Это можно видеть не только на людях высших, но и на низших. Какого учения не удостоился Иуда, и однако сделался предателем? Какое наставление слышал разбойник, и однако на кресте исповедал Господа и провозвестил царство его? Не суди же о предметах по мнениям развращенных людей, но по истинному свойству предметов составляя надлежащее мнение о людях благонамеренных? Не уверовали иудеи, уверовали язычники, и об этом не умолчали пророки. Так пророк Давид взывает, сыны чужих, солгаша мне, сыны чужих, обетшаша и охромоша отстесь своих. Псалом 17-46 Исайя говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня? И еще, я явился не ищущий меня, меня не шли, ношли не вопрошавшие о мне. Так и при земной жизни Господа Хананиянка и Самарянка уверовали в Него, а священники и старейшины враждовали и строили кознем против Него. Побуждали к тому и других и уверовавших в Него изгонялись в синагоги. И так не удивляйся этому. Подобных примеров исполнена наша жизнь, как в наше время, так и в прежние времена. Впрочем, и из иудеев, хотя не все, но многие и тогда, и ныне уверовали во Христа. А что не все, это не ново и не странно. Такова неблагодарность, такова безрассудность души преданной страстям, изложив пророчества о Христе, сказанное пророками. И предвозвещенные за столько лет, теперь я представлю те пророчества, которые сам он, когда жил на земле и обращался с людьми, изрек о будущих событиях, чтобы ты из них познал силу его. Господь, пришедший тогда на землю и устрояя спасение людей, как живших в прошедшие времена, так и имеющих жить впоследствии, устроял это спасение различным образом. И смотри, как он поступает. Он творит чудеса и предсказывает некоторые из будущих отдаленных событий, уверяет тогдашних слушателей современными им событиями, в истине будущих событий, а для будущих поколений, делая достоверными совершенные им в то время чудеса посредством исполнения его предсказаний и таким сугубым доказательством внушая веру в свое царство. 624. Пророчества Иисуса Христа были двоякого рода. Одни из них долженствовали исполниться в настоящей жизни, а другие сбудутся при самой кончине мира. Они взаимно подкрепляют себя и с великой силой доказывают истинность тех и других. Неясные слова я постараюсь объяснить примером. 12 учеников были спутниками Господа, даже название церкви тогда еще не приходило никому на ум, потому что синагога еще находилась в цветущем состоянии. Когда почти вся вселенная предана была нечестию, что сказал и произвестил Господь «На всем камней созижду церковь мою и врата да не одолеет ее». Рассматривай как хочешь это изречение и увидишь истинность его в полном блеске. Не то одно удивительное, что он во всей вселенной устроил свою церковь, но и то, что сделало ее непреодолим великим, поистине великим делом или лучше сказать доказательством чрезвычайного величия и божественной силы было бы без всякого препятствия во время мира, при содействии многих и без всяких врагов вдруг отторгнуть вселенную от порочных навыков, утвердившихся в течение столь долгого времени и обратить к другим гораздо труднейшим. а здесь противниками были не только навык, но и сладострастие эти два тирана надежало отвергнуть то, что с давних времен было принято от отцов, дедов, прадедов и древнейших предков, от философов и риторов это было весьма трудно и принять другие новые обычаи, требующие великих подвигов, что было еще труднее, Христос изгонял роскошь, водворял пост, изгонял любостяжание, водворял нестяжательность, изгонял невоздержание, водворял целомудрие, изгонял гнев, водворял кротость, изгонял зависть, водворял дружелюбие, отводил от пути пространного и широкого и приводил на путь тесный, скорбный и трудный и приводил тех, которые привыкли к пространному. Ни других каких-нибудь людей взял он вне вселенной без этих навыков, но тем самым, которые расцлелись в этом мире и сделались негодние грязи, повелел идти путем тесным и скорбным, жестким и суровым и убедил их. И сколь многих убедил? Ни одного, ни десять, ни двадцать, ни сто, но почти всех живущих под солнцем. И через кого убедил? Через одиннадцать человек, не ученых, простых, не знавших языков, незнатных, бедных, не имевших ни отечества, ни богатства, ни телесной силы, ни славы, ни знаменитости предков, ни силы слова, ни искусства красноречия, ни преимуществ учености, но рыбаков, делателей палаток, говоривших на своем языке неодинаковым с языщиками, с теми, кому проповедовали, но чуждым и отличным от всех прочих языков, то есть еврейском. И через них Христос устроил свою церковь, простертую от концов до концов вселенной. И не только это удивительно, но и то, что эти люди простые, бедные, немногочисленные, незнатные, неученые, унисиженные, говорившие на чуждом языке и презираемые, избранные для исправления всей вселенной и получившие повеление обращать ее к труднейшим делам. Совершили это не во время мира, но при воздвигаемых против них отовсюду бесчисленных нападениях. В каждом народе и городе, что я говорю, в народе и городе, в каждом доме предстояла им борьба. Проповедуемое ими учение часто разлучало сына с отцом, невестку с свекровью и брата с братом, раба с господином, подчиненного с начальником, мужа с женой, жену с мужем, отца с детьми, потому что не все вдруг принимали его. Это подвергало их ежедневной вражде, непрерывной борьбе тысячи смертей и располагало людей обращаться с ними как общими врагами и неприятелями. Все гнали их цари, правители, простолюдины, свободные, рабы, народы и города. И не их только, но и тех, которые приняли их учения, но еще не были крепки в вере. Была общая война и против учеников, и против учителей, так как это учение казалось противным и царским постановлением и привычки, и отеческим обычаем. Они увещевали отвергнуть идолов, презреть жертвенники, которые чтимы были всеми отцами и предками, отказаться от нечистых верований, гнушаться праздниц и отвращаться от обрядов, которым люди питали благоговение и страх, из-за которой они готовы были скорее отдать свою душу, нежели принять проповедуемые апостолами и веровать в рожденного от Марии, осужденного и демоном, поруганного, претерпевшего бесчисленные страдания и поносную смерть, погребенного и воскресшего. И то производило недоверчивость, что страдания его были явны для всех, бичевания, удары по ланитам, оплевания по лицу, заушения, распятия на кресте, великое смеяние, поругание от всех, погребение, дарованное в виде милости. А обстоятельства воскресения еще не были известны, так как он по воскресении своем явился одним ученикам. И однако такую проповедию они убедили и устроили церковь. Как и каким образом? Силою того, кто им повелел это. Он сам был их руководителем, сам делал все трудное легким. Если бы божественная сила не содействовала, то это дело не получило бы ни вступления, ни начало. А как бы оно могло сделать-се? Но тот, кто изрек, да будет небо, и совершил это на деле. Кто сказал, да садизится земля, и даровал ей бытие. Кто повелел, да воссияет солнце, и явил светило. Кто сотворил все своим словом, тот насадил и эти церкви. И его слово, создам церковь мою, совершило все это. Таковы слова Божьи. Они совершают дела дивные и чудные. Некогда он сказал, да произрастет земля траву. И вдруг все стало садом, все лугами, и земля, внеоповеленью, покрылась бесчисленными растениями. Так и ныне. Он изрек, создам церковь мою. Это совершилось с великой легкостью. И тогда, как против, все вооружались и властители, потрясали оружием воины, свирепствовали сильнее огня целые народы, противостояла привычка, восставали риторы, софисты, богатые, простые люди и начальники. Слово его, действуя сильнее огня, истребило терния, очистило нивы, посеяло евангельское учение. Между тем, как изуверовавших одни были заключаемы в темнице, другие отправляемы в ссылку, иные лишаемы имущества, иные умерщвляемы и растекаемы, сожигаемы, потопляемы и подвергаемы всякому роду мучений, поругаемы и сгоняемы отовсюду, как бы общие враги. Являлись новые исповедники в большем числе, которые, смотря на страдания других, не только не охладевали в вере, но еще охотнее и лучше стремились к этой прекрасной ловите, и были уловлены не принуждением, не насилием, но придвигая сами и изъявляя благодарность приведшим их ко Христу. Взирая на потоки крови верующих, они становились более пламенными в вере и более смелыми, и тогда, как не ученики только, но и учители, иные были заключаемы вузы, другие изгоняемы, иные бечуемы, и претерпевали другие бесчисленные мучения. Число верующих умножалось и ревность их увеличивалась. Об этом Павел говорит так. И многие из братьев Господи, узнав об узах моих, еще более ободрились. Филиппийцам 1.14 И в другом месте вы сделали с братьями участниками, подражателями церквам Божьим, сущим иудеи, как и они пострадали от своих соплеменников, ибо те от иудеев убили и Господа, и нам возбраняет говорить к народам, чтобы они спаслись. Еще в послании к другим он говорит, вспоминайте первые дни ваши, в которые вы, бывшие просвещены, подъяли великий подвиг страдания. Видишь ли превосходную силу, совершившего все это? Мученики, подвергаясь страданиям, не только не малодушевствовали, не только не скорбели, но радовались, торжествовали, ликовали. И об этом Павел говорит, что они расчищение имения принялись радостью. И об учителях Лука в книге Деяния повествует, что они с радостью возвратились из Синедриона, удостоившись принять бесчестие за имя Христова. И о самом себе также Павел говорит, радуясь страданиях моих, чтобы восполнить недостаток скорбей Христовых в плоти моей. Что удивительного, если он среди страданий радовался, когда он готовясь претерпеть смерть, не только радовался, но и учеников своих призывал к участию в своей радости, что свойственно чрезвычайно радующейся душе. Радусь, говорит он, и сорадусь всем вам, так же и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. Что сделалось, скажи мне, что ты исполнился такой радости, ибо я, говорит уже, делаюсь жертвой, и время моего отшествия настало. 628. Таким образом, они повсюду устроили церковь. Никто не мог бы построить даже одну стену из камня и извести, подвергаясь гонения, встречая препятствия. А они устроили столько церквей по всей вселенной, подвергаясь ранам, узам, гонениям, ссылкам, отнятию имений, бичеванием, задушению, сожжению, потоплению вместе с учениками, и устроили не из камней, но из душ и волей человеческих, что гораздо труднее построение из камней. Не все равно, построить ли стену или душу, столько времени, бывшую во власти демонов, расположить к покаянию и от безумного неистовства обратить к целомудрию, однако это были в состоянии сделать апостолы, бедные, не имевшие обуви, в одной одежде обходя всю вселенную, потому что они имели поборником и помощником своим непреоборимую силу изрекшего, на всем камне создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Истисли, сколько властителей восставали против нее, сколько они воздвигали тягчайших гонений на нее, в каком положении она находилась, но все предшествовавшее время, когда вера была еще только насаждаема, когда умы людей были еще не тверды в ней, царями были язычники Август, Терери, Гаи, Нерон, Веспасиан, Тит и все последующие до времен блаженного царя Константина. И все они гнали церковь, одни с меньшей, а другие с большей жестокостью, но все гнали ее, хотя некоторые из них по-видимому и оставляли ее в покое, но то самое, что цари явно были преданы нечести, служило поводом к гонениям, так как другие из лести угождали им гонением на церковь. Но все такие козни нападения расторгались легче паутины, рассеивались скорее дыма, развеивались быстрее праха. Самыми этими кознями они произвели великий сон мучеников и оставили церкви бессмертное сокровище, башни из толпы, которые не только при жизни, но и по смерти своей соделались для последующих христиан источником великого благополучия. Видеть ли силу предсказания и врата ада не одолеют ее? После этого веруй, что и в будущем никто из них не одолеет ее, если тогда, когда она состояла из немногих, когда казалось нововведением, когда учение только что было преподано, когда было столько препятствий, столько враждебных нападений со всех сторон, враги не могли преодолеть и не преодолели ее, то тем более по распространению ее на всей вселенной и на всяком месте, по горам и пещерам и холмам. Действительно, она объяла и море, и все племена, находящиеся под солнцем, и уже у немногих господствует нечестие, но уничтожение жертвенников, капищ, идолов из всего празднества, обрядов, дыма и смрада и нечестивых сборищ. Как же такое великое дело при таких препятствиях получило столь блистательный конец и успех, свидетельствующий об его истине, если не некоторые божественные непобедимые силы, предсказавшего и совершившего это? Никто не станет противоречить этому, кроме рази какого-нибудь из крайне безумных и сумасшедших, лишившихся естественного смысла. И не только те, но и другие предсказания свидетельствуют о непобедимой силе его. Так он предсказывал о будущем со всей истиной и приводил свои предсказания в исполнение. И Моисамон, указывая на это прежде исполнения события, ясно сказал о своих изречениях так, небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут. И весьма понятно, потому что они не простые слова, но слова Божии, которыми созидаются дела. Так Бог сотворил небо, так землю, так море, так солнце, так сон ангелов, так прочие невидимые силы. Объясняя это, и пророк сказал, он сказал и стало, повелел и явилась, разумея всю тварь, высшую, низшую, чувственную, духовную, телесную и бестелесную. Так и предсказание о церкви, как я выше сказал, доказывает величие, силу и превосходство его истинности, промышления, благости и попечительности. Теперь мы рассмотрим другое предсказание его, блистающее яснее солнца и светлейшее солнечных лучей, находящиеся перед взорами всех и простирающиеся на все последующие поколения, подобно предыдущему, таковы большей частью предсказания его. Они не ограничиваются кратким временем и не исполняются при одном поколении, но всем людям, настоящим, будущим и следующим за ними. И далее за этим и до скончания века имеющим быть, всем дают понять силу своей истинности, подобно предыдущему. Поэтому предсказание церковь с того дня, как оно было изречено, до скончания века пребудет твердой и непоколебимой, светущей и блистающей, с каждым днем преуспевая, возрастая, укрепляясь и сообщая всем людям, имеющим быть с того времени до второго пришествия Христова, величайшее благо и неизреченную пользу. Как бывшие прежде нас, так и бывшие прежде этих и еще прежде тех бывшие познали силы его в виде нападения, воздвигавшейся против церкви, опасности и козни, смятения, волнения и бури, а ее в виде непотопляемую, непреодолеваемую, непобеждаемую, неискребляемую, но светущую, преуспевающую и возрастающую больше и больше. И то предсказание, о котором я намереваюсь теперь сказать, таково же для доказательства его силы и истинности, изреченного им. Какое же это предсказание? Христос вошел некогда в храм иудейский, который находился тогда в святущем состоянии, блескел везде множеством золота, красотою и великолепием зданий, и содержал все другие драгоценности, искусственные и вещественные, и тогда, как ученики его удивлялись, что он говорит им? Видите все это? Истинно, говорю вам, не останется здесь камня на разумея будущее его разрушения, истребления, запустения нынешние развалины в Иерусалиме. И подлинно все эти блистательные знаменитые здания обратились в развалины. Видите великую и неизреченную силу его в том и другом, в том, что почитающих его он устроил и размножил, и в том, что враждовавших против него смирил, сокрушил и искоренил. Нигде не было такого храма столь славного и пользовавшегося таким почитанием. Иудеи, жившие повсюду, до самых пределов земли, из древней приходили туда, принося дары, жертвы, милостыни, начатки и много другого, и украшая храм богатством вселенной. И все иудейские прозелиты из язычников отосюду стекались туда, и велика была слава этого места, достигавшая до самых последних пределов вселенной. Но одно слово Христово уничтожило и истребило все это и рассеяло как прах, и туда, куда прежде не всем иудеям, даже не всем священникам, а только одному первосвященнику дозволялось входить, и притом только однажды в год в его облачении, венцах и митре и прочей священной одежде. Теперь можно входить блудникам распутным и прелюбодеям развратным без всякого препятствия, потому что слово Христово обращенное к нему разрушило и уничтожило все. И от этого храма остается столько, сколько нужно для указания, где он находился в древности. Представь же, какова сила, совершившая это дело. Те, которые имели такое могущество, преодолевали народы и царей, многократно одерживали победы на войнах, без пролития своей крови и воздвигли множество необыкновенных и дивных трофеев, не могли построить одного храма с того времени до ныне, и при том тогда, как было столько царей, содействовавших им, и также множество их самих, рассеянных по вселенной, и имевших у себя такие богатства. Видишь ли, как того, что он устроил, никто не разрушил, а что он разрушил, того никто не построил. Он устроил церковь, и никто не может разрушить ее. Он разрушил храм, и никто не может восстановить его, и при том в такое продолжительное время. Между тем и церковь пытались разрушить, но не могли, и храм старались восстановить, но не могли. Это было дозволено, чтобы никто не мог говорить, что если бы они попытались, то могли бы восстановить храм. Вот они и пытались, но не могли ничего сделать. При нашем поколении, превзошедший всех нечестием царь Юлиан дал им тогда позволение и содействовал им. И они приступили к делу, но не могли иметь никакого успеха, так как вырвавшийся из основания огонь разогнал их. А что они желали построить, доказательством этому до ныне служит обнаженное основание храма, чтобы ты видел, что они пытались раскапывать землю, но построить не могли, так как им противодействовало упомянутое изречение Христова. Этот храм и прежде был разрушен, но по возвращении Иудеева из плена Вавилонского, через 70 лет он тотчас был восстановлен, о чем говорили и предсказывали пророки прежде события. А теперь прошло уже более 300 лет, и нет ни мысли, ни вероятности, ни надежды на то, что он опять явится. Что же препятствовало, если не божественная сила, противящаяся этому? Разве нет у них великого обилия богатства? Разве патриарх их, отовсюду, со всех сторон доходы, не владеет несчетным сокровищем? Разве этот народ не смел, не бесстыден, не настойчив, не дерзок, не воинствен? Разве немного их в Палестине? Разве немного в Синики? Разве немного везде? Как же они не могли восстановить одного храма и при том видеть, что от этого их богослужение повсюду задерживается? И обытие иудейские нарушается, и жертвы, и приношения, и прочее подобное постановление закона отменяются и прекращаются. Ибо не поставить жертвенника, не принести жертву, не сделать возлияние, не возложить овцы и фимиама, не стить закона, не совершить праздника и ничего другого подобного, им не было дозволено вне преддверий того храма. Находясь некогда в Вавилоне и быв принуждаемы врагами петь, они не соглашались и не повиновались, хотя были пленниками и рабами, угнетавших их господ. Но и не имея отечества и свободы, и подвергаясь опасений за свою жизнь, и находясь в руках пленивших, как в сети, когда им приказывали петь песни на инструментах, они говорили так, на реках Вавилонских, там сидели мы и плакали, ибо вопрошали нас, пленившие нас, о словах песней. Как воспоем песни Господни на земле чужой? И никто не может сказать, что они поступали так по неимене инструментов. Они сами привели причину этого в словах, как воспоем песни Господни на земле чужой. А инструменты были с ними. На вербах, говорит, посреди его, там повесили мы органы наши. Да, непозволительно было им и поститься. Указанное это, пророк говорил им, 70 лет, постились ли вы постом, предо мной говорит Господь, Захария 7.5. А что им непозволительно было делать ни курений, ни возлияний, о том послушать трех отроков, которые говорят, и нет князя, нет пророка, и вождя, ни места, где бы принести жертву пред тобою и обрести милость. Данила 3.38. Они не сказали, что нет священника, потому что священники были, но чтобы ты знал, что все зависело от места, и все законодательство прикреплено было к нему. Они сказали, нет места. На что я говорю? Делать курение и возлияние. Даже просто читать закон, там непозволительно было им. И за это некогда укоряя их, другой пророк говорил, и просчитал извне закон, и призвал исповедание, Амос 4.5. Ни совершать Пасхи, ни Четидесятницы, ни праздника Кущи, и ничего другого подобного. И однако знать, что запустение места сделало для них непозволительным все это, и что если они станут покушаться на что-нибудь подобное, то станут покушаться противозаконного и будут наказаны за то. Они не могли воздвигнуть и восстановить того места, в котором позволено было совершать все это по закону. Так сила Христова, создавшая церковь, разрушила это место. И пророк предсказал о том, что придет Христос и совершит это, хотя сам жил уже после плена. Послушай, что говорит он, и в вас затворятся двери, и не зажжете огня на алтаре напрасно, ибо нет воли моей в вас. Малахи 1.10.11. Видишь ли, как он ясно и отверг иудейство, и представил христианство блистающим и распространившимся по всей земле. Свойство же этого богослужения другой пророк изображает так, и поклонится ему каждое от места своего. Работать ему подвигом единым. Сафония 2.10.3.11. Еще иной. Девица Израилева повержена, и нет восстановляющего ее. Амос 5.2. И Даниил ясно говорит, что все прекратится и жертва, и возлияние, и помазание, и суд. Даниила 9.27. Впрочем, это яснее и пространнее я раскрою тогда, когда буду говорить к иудеям. А пока буду держаться предположенного пути в опровержении умствования безрассудных язычников. Я не говорил тебе ни о воскрешении мертвых, ни об ощущении прокаженных, чтобы ты не сказал, что это ложь, выдумка, басня. Кто это видел, кто слышал? Те, которые сказали, что Христос был распят и принимал удары полонитам, те самые сказали и об этом. Почему же ты, считая их достоверными, в последнем восстаешь против сказанного ими о первом, как бы несбыточном? Если бы они для прославления своего учителя писали по суетному чечеславию, то они умолчали бы о событиях прискорбных и кажущихся для многих позорными. А между тем они в доказательство своей истинности, в особенности останавливались на этих последних, и рассказали все с точностью и большой подробностью, не опуская ни малого, ни великого. О знамениях и чудесах они очень много умолчали, а о страданиях и событиях, кажущихся позорными, на которых останавливались, все сказали все с точностью. Я же не сказал тебе ничего об этом, то есть о чудесах и знамениях, дабы сильнее удержать всякий бесстыдный язык, представив то, что теперь явствует. Теперь находится перед глазами, что яснее Солнца, распространено по всей Земле и объемляет всю Вселенную, что совершилось превыше человеческой природы и было только делом Божиим. Ты говоришь, что Он не воскресал мертвых. Но ты не можешь сказать, что нет в Церкви во Вселенной, что они не подвергались гонениям и что они не преодолевают и не побеждают. Сказать это так же невозможно, как сказать, что нет Солнца. А разрушение иудейского храма разве ты не видишь в совершившемся перед глазами всей Вселенной? Почему же ты не рассуждаешь сам с собой так? Если действовал не Бог, и Бог крепкий, то отчего почитающие Его так умножились даже при гонениях, а распявшие Его и нападавшие так унижены, что и лишились всего государства, и странствуют с китайцами, изгнанниками, беглецами, и столь долгое время не изменило того и другого. Против римской власти иудеи предпринимали войны, поднимали оружие, продолжали ополчаться много времени, иногда и одерживали победы, и причиняли немалое беспокойство тогдашним императорам. И однако эти самые иудеи, воевавшие и ополчавшиеся против таких царей, имевшие такое множество и денег, и оружия, и воинов, и отражавшие многих полководцев, не могли восстановить одного храма. Синагоги их построили во многих городах, а того места, которое давало силу собственному их государству, где они привыкли совершать все, и чем держалось иудейство, того одного места восстановить не могли.